А сейчас едем обратно в Киев. И там нас ждет распаковка этого мотоцикла. Задоволенный вот так просто. Дуже круто. Ну, это наиголовнейшее. В общем, вот мы приехали. Теперь будем загружать с прицепа эту коробку огромную. Еще не придумали, как загружать, но как-то надо. Она реально огромная. Продолжение следует. Да, у тебя четыре классных стяжки. Прикольно. Даже сверху шесть. Смотри, вот еще. Переставец, как мне приехал в контейнере. Маленький такой, да. Какого-нибудь цвета. Класс. Класс. На один. Нет, на тринадцать. А что ты делаешь? Раскручиваем эту решетку. Вот такие. Класс. Вот такая коробочка. Вот эта коробочка. Вот эта коробочка. Видишь, сколько прям, когда распаковывают крае сенья, сколько всяких мистичков. Да. И бумага, и рама вот металлическая. И стяжечки, боники. Вот какая-то резинка. А вот сразу новая резина. Вот такую же. А то там слики совсем. Не поездишь. Нормально. Какой огромный выхлоп у него. Просто огромный. А это пластик или металл? Это пластик. Ну, оно пластик. То есть, если он упадет на этот бок, то все, прям-то? Уже вырисовывается в контур мотика. Я нашла ветровик. Он здесь прикручен. А здесь он утеплен. Чтоб не замерз. Тут еще какая-то коробочка стоит. Сейчас посмотрим. У меня еще что-то. Ну, мак-мак какой-то. Мак-мак какой-то, может, тут поцелуй будет. Да, замечательно. Он нигде не протелся. Ну, по-моему, это будет просто. Боб, с ними. Валенки снасятся боб. Супер. Вот он, вот он открылся. Ой, какая у него фара интересная. Вот он, красавчик. Класс. Смотри, подвязали. О, лапка. Лап. Лап. Да, чтобы она не болтала. О, галка такая плотненькая. Ну, давай сейчас поставлю сюда 10, конечно. Да, вот сейчас самая инфекция, но мы бы оказались под первым. Все. Да. Островай. Здесь, наверное, должны быть ключи, я надеюсь. Я бы, кстати, ключи. Все здесь. А, здесь документы. Что еще? Здесь какая-то китайская грамота. Да, на китайскую. Зеркала. Ключи. И все. И крепление руля, кстати, которое нам все понадобится. Это ключи от Джоаня? Нет, это не ключи. А здесь инструменты. Скупный набор инструментов. Класс. Смотри, Модор. О, вот ключи. Вот они. Вот они что-то. Они там. А, есть. Вот. Да. Два ключа. Такие же, как у меня на трехсотке были. Один из них с каким-то кодом. Это что, осталось прикрутить руль? Вот это для того, чтобы прикрутить руль. Вот в таком виде. Разобранный. Рычаги еще висят. Болтаются. А руль вот. Ну да. Вот он. Друзья, ручки одеваются. Разве не надо снимать эту фигню? Нет, все одевается, да. Вот все, что я вижу, оно реально поинтереснее, чем у меня в том. Ну да. Смотри, акум динобольт. Само за себе это прикольно. Да? Да, это хорошая акум. Вот плюсовая клемма. Вот плюсовая клемма. Одевать ее? Нет, погоди, у нас бензина нет в баке. Две бензин? Он сразу начнет. Вот смотри, вот это бензин. Ну, изначально. Матроник какой-то. Матроник? Да. МСЕ6. Ну, все, буду искать теперь. На своем СЕ6. Матроник? Матроник? О, теперь нормально. Матроник 4 сторону. А почему здесь нет ничего в окошке? Потому что она настолько прозрачная, что ее не видно. Смотри, видишь, тут пин такой. Вот это отверстие на руле должен встать. Тогда он четко встанет. О, смотри. Все, теперь закручиваем. Кстати, да. А ну, сомните, да, я на ремонт. Смотри, 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 смотри. На хрен, не то же там. Не, резьба стандартная. Вот сюда, да? А, смотри, вот это? Вот, это как-то между ними. Да, и оно между ними засовывается. Так, ну что, делаем с ним? Да, торжественный момент. Ничего, открутить вот этот болтик. Вот этот? Да. Приложить клемму. И закрутить. Да, только аккуратно, чтобы оттуда не выпала гаечка. Да, крути. Так, что, сейчас мы его поставим? Не знаю. Ну да. Ну, давай, не ставим. Он же должен быть. Ладно, попрами. А, все? Все? Все. Так, снимай магию. Он целый. Ээээ. Топренный. Что, сразу прям ближний лупит? Вторая перемачка. Нейтралка. Поворотничек. Погоди, сейчас. Дальний. Еще не подключил тормозной. Правда. Тотово точно. Точно из него забыл уже. Все, подключил. Так, ну. С богом. Крутите, сколько прибег? 0-7. 0-7. Это не холод up. Ох, аккумумуф. Аком, да? Нет, это насос, насос. Заглаши и еще раз включи, чтобы подкачал, да, там воздух. Еще несколько раз так включай. Во-вторых, может быть нужно адаптация к дробственной заслонке, это не только. Слушай, а свет не выключается? Походу нет, ближе сюда горит. Ну да. По чуть-чуть. А она какая интересная. Ну что там под крышкой, да? Поезжаем? Поехали. Стой, 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 стоп, 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 зажигала. Да, ткань вот эта, все. Под крыло, кстати, крыло мешает. И сзади что-то заживало какая-нибудь. Поздравляю. Что, попробуй прокатиться надо? Конечно, давай пробуем. Слушай, ну, реально. Так я думаю, это прямо назад. Не, она вообще проваливается. Кто-кто? Задний тормоз. Наверное, его надо прокачать будет. Наоборот, да, вниз. Он футболисос. Он футболисос. Мышь, я какие-то, хорошо. Працюю ровно. Спрацював передний АБС, я чую, как ручка начала, так, трррррррррррррррррррррррррррррррррр висшлопнулося. А ты что сильно хальмував? Ну так как задние гармми покишо не працюють нормально, то я спробував передние, передние гармми спрацювали, навітьza я почуваю АБС. Дуже бодро зганяються, першо, дво, так что ручку відкручу, там прямо впредь. Это вообще не до сравнения с Лонсеном JY или LX300JY или Ралли. Вообще-то, это вообще-то очень крутой мотоцикл совсем другого класса, скажем так. Отчувается какая-то качество, не знаю, такие первые выражения. На что я приехал очень мало. Очень выручная посадка вообще, прям я сел, ну, это никуда не тянусь, она не стритовая, она просто ровная, у меня взрослый 1,84 метра. Первый выражение очень хорошая, хочется попробовать его где-то, ну, поехать и разогнать, но сейчас будет еще обкатка, в долгий период это весь. Так, что мы делаем, кто едет, ты или я? Давай ты. Я? Будем так же. В общем, я не знаю, но слушай, он действительно кажется таким сбитым сильно, знаешь, таким, прям вот ты керуешь чем-то таким, ну, я не знаю, мне нравится, подобается. А АБС, блин вас, я когда ехал, я лежал трошки рюк, и АБС такой, чик-чик-чик-чик-чик. Да, классно, слушай. Ну, кстати, да, он средней жесткости, я бы сказал так. Я не знаю, как он будет на рассчитанной такой дороге, по каким мы сегодня ехали, но он такой средней жесткости, ты знаешь? Ну, есть вариант, что он будет мягкий. Ну, да. Ну, типа не будет быть сразу позвоночник. Пока что, очень прикольно, слушай, я бы на нем хотел уже покататься. Можно, можно покататься? Ну, ты знаешь, что ты знаешь? Да, это все. У нас надо на каких-то мастерах. 300 раллі и 300 ОЦ это вообще совсем разные мотоциклы. То есть реально он едет на первых двух передачах, это вообще не раллі Лонсен, это раллі 300, вообще не вок раллі, это вообще другий мотоцикл, так я вражаю, что он не 300, а 500. Не знаю куда дальше, может он на третьей будет пропадать уже, на четвертой может он не будет выстачать ему, но первая, вторая это такие чувства такого кубатурного мотоцикла, не мало кубатурного. Мотоцикл був запакованный надейно, добрый запакованный, гарно арештуванням, все важливые детали были гарно захованы, в принципе, если бы он даже на боку лежал, напевно, потому что на него что-то сверху поставили, ему бы ничего не было. Первое впечатление, очень-очень позитивное, готовый мотоцикл, как он сделан, как это все подгоняло, как это все закручено. Далее, конечно, он должен быть подготовкой, нужно проверить все основные узлы, нужно проверить прогрессию, посмотрим, что она промазана, но это уже будет явно немного позже. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова